Добрый день! Как? Видно? Да, видно. Мир вашему дому! С миром, с миром! Добрый день! Да, вопрос-то не ко мне. Я буду открывать Писание и открою примеры 77 мест Библии. Я думаю, этого достаточно, чтобы убедиться, что Священное Писание обращает особо пристальное внимание на это слово, чтобы им не играли. Потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Это не секрет. А как? Чтобы обольстить. Поэтому Павел говорит, нам не безызвестны умыслы Сатаны. Что ложным путем увести. Ну а как тогда отделы лошадь? Все отделы миссионерские, все до одного. Все до одного. Должны немедленно расформировать. Это все обман. А как назвать? Благовестнические, проповеднические, ну как угодно там, по поручению патриарха или как, но не миссионерские. Миссионерский отдел может состоять из двух и самое большее из трех человек. Я по Писанию буду показывать. И если кто-то пожелает опровергнуть, ну пускай он там как-то выйдет, подготовит вопросы, и мы снова побеседуем. Что такое миссия, значит, я просто открывать буду. Сегодня тем более есть доступ к разным словарям. И мы увидим, что назначение не выполняется в самом назначении этого слова. И если миссионер, как он должен выглядеть? Для проповедника не указывается, а для миссионера указывается. Я спрашиваю, какой они? Мне еще ни один человек не ответил. Почему? Я спрашиваю, ну а вы вот эти места считали? Считали. Я говорю, а к чему они относятся? Да кто его знает к чему? Вот это состояние, притом одинаково. Тупо смотрят на указанные места и православные, и сектанты, и католики. Ну я не говорю, а ты на верных там мусульманах. Они знают нож, взрывчатка под голову, гексогены. Нет, значит, про них и говорить даже не стоит. И вот здесь мы сейчас разбираем, что в Слове Божьем слово миссионерство отсутствует, намертво, нету. Ни разу не встречается в Святой Библии слово миссионер. Нету его. Но значение этого слова мы, если когда будем брать, то найдем значение его. Я поэтому сейчас маленько посчитаю из Священного Писания. Ну а вы сами потом отдельно проверите. Я сейчас даже не смог посчитать. Это примерно 77 мест Писания, так думаю. Так это мест. Я каждое место беру широко. Все. Так, я все записываю, брат. Вы не против будете, что в интернет выставляем? Нет, конечно. Так, слушаем внимательно. Миссия-ответственное задание. Роль поручения. Ответственное задание. А теперь вопрос раз. А кто его задал? Роль. Кто на эту роль годен? Если это поручение, поручение не выполнило, какой ответственности? Это не просто так. Вот Георгий Константинович Жуков считается маршал Победы. Но это был главный палач войны. Он когда приехал там на Халкингол, еженевно расстрелил минимум 5 человек. Послал полковника, а пароль он не знает. И он там проблуждал в тумане. Рядом же японцы, мог в плен попасть. Он вернулся. Полковник. Его учили в академию. И он не нашел. И он сразу расстрелял. Это вообразить нельзя. Это ни Гейтлин, ни Чингисхан не делал. И мы поэтому должны быть весьма осторожны. Если это серьезно и не будет поручения выполнено, зачем же ты брался? И миссия, оплачивается она или нет? Кто могут быть женщины, или мужчины, или дети? Патриарх, и священники, и все остальные. Смотрите, сколько вопросов. Вот теперь я читаю. Потом вы отдельно посмотрите. У меня, ну, никого дома-то нигде нету. Я так, сам смотрю тут. Вот, миссия со Христом и в Духе Святом. Вот это центральный заголовок. Миссия должна быть со Христом. Без Христа миссии нету. А сегодня о миссии меньше всего думают со Христом. Я вот смотрю, я считаю священномученика Даниила Сысоева святым человеком. Но работу его совершенно не понимал. Как он говорит? Приходит кто-то, давай водить по храму. А я, наоборот, к храму не допускаю. Иначе он увидит, отшатнется. Когда он обратится, твердо заучит, все будет знать, тогда потихоньку водить в храм. Иначе он увидит такое, что, да еще попадется на пути ему какой-нибудь сектант. Ну, тут вообще его, мгновенно его скосит. И вот здесь считаем, почему святой Иоанн Златоуст говорит, что правильнее было бы назвать книгу пятую, Деяния апостолов, Деяния Духа Святого. Вот спросит кто-нибудь, скажу, а вы знали или нет, что Иоанн Златоуст настаивает, чтобы книгу назвали Дух Святой. Да как так она назвала? Да кто ее назвал, теперь скажи. Ее назвали по содержанию. Описывается то, что делали апостолы. Но когда рассматриваем, что они делали, Иоанн Златоуст понимал, это нечеловеческого ума, нечеловеческих возможностей, нечеловеческой силы. Деяния Духа Святого. Внутреннее хотя бы произнесем. Почему? В 1 Коринфянам 3,7 говорится, посему и насаждающие, и поливающие есть ничто, а все Бог возвращающий. Вот нас 100 человек будет в отделе, работать будем, в окошечко расписывается, там на свечах, на вонючих нам наторгуют что-то. Все это обман. Я насаждать могу и поливать, то есть за кем-то, после кто от кого-то люди услышали, а все Бог возвращающий. А мы ничто. Вот это ничто надо поставить нуль. Вот считаем Галатам 1,15. Когда же Бог, избравший меня от утроба матери моей и призвавший благодатью своею, я сразу спрашиваю, а если ты знал, что от утроба матери я что ж гнал церковь? А он не знал, он потом узнал. Бог благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Не литургию проводил, не каноны какие-то соблюдал, хотя это все необходимо, но благовествовал, пока миссии и речи нет. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, вот условия. А сегодня без этого шагу не шагнут. Как архиерея скажет, так и будет. Архиерея произнес анафему, все будут ахать, охать. На мой форум поставил один там человек, зашел, о красноярских отлученных там на 10 лет. Хорошую статью написал, он где-то в Радоне же трудится. Видимо, сознанием делал, что это нью-эйдж, говорит, они оттуда все перехватили. И слова, и все-все из нью-эйджа это. Ну вот никакого отношения к вере-то не имеет. Благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благорестовал язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Есть один человек у нас с вами, которого мы одинаково любим и уважаем. Он около вас живет. И он говорит, вот ваш недостаток, Игнатий, что у вас никогда не было специального образования, ни духовной, ни академии, что у вас не было духовника, которому бы все исповедовали. А я вот отвечаю, дорогой, это мое преимущество перед вами. Это не является недостатком. Никто не корежил мою душу. Я молился и у Бога искал благословение. Вот даже поехали на нашей газели, а ее благословили три епископа. Это что-то значит? Значит, епископа Московского Патриархата. Чтобы никто не подумал, что я где-то ищу благословения. Так. Миссионерские отделы при епархиях или в ином месте нельзя создать ни указом архиерея, ни волевым решением иных смертных. Лука 10.1. После сего избрал Господь и других 70 учеников после 12. И послал их по два, перед лесом своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. По сколько? А где отдел? Ну вот и все. По два. И сказал им, вот таким людям Бог говорит, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, не миссионерские отделы, не архиереи там обоснует что-то. Господин, идите, я посылаю вас как агнцов среди волков, а эти сегодня идут как разбойники в миссионерские отделы, как волки среди агнцов. Хватает, а кто ваш епископ, где Бог создает уникальную обстановку, чтобы никто надо мной не командовал. Я должен соблюдать Никео-Сареградский символ веры, каноны и смотреть на Бога. Деяние. 15.37. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком. А Павел полагал не брать отставшего от них. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Сколько их было? Два. А до этого они были с Павлом. А Павел остался один, и он избрал себе силу. Сколько стало? Два. И отправились, быв поручен братьями благодати Божией. Какую роль братья играли? Молились. И молились непрестанно. Вот это создан один кружок. По два человека. Может быть, три. Господь на гору Преображения, в другие места все добрал Петра и Иоанна Якова. Ну, и братья Иоанна Яков, они как заодно шли. При двух или трех свидетелях всякое слово истины. Речь шла не о миссии, а о свидетельстве, как свидетели. Деяние 15.37. Мы просчитали, что это разрешилось, что два светильника горят в разных местах теперь. Дальше. Деяние 3.1. Дух святой уже сошел. Во второй главе. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Сейчас молитва 9. Сколько их было? Двое. И дальше они как будут исцелять, свидетельствовать. Чтобы обратить душу ко Христу, нужны тысячи талантов. А чтобы окрестить, не нужно ни одного таланта. Святой Англатауст. А как так тысячи? Не знаю. Я просто считаю чужие слова. Но что надо ни два, ни три, это я посвидетельствую. У меня опыт не два года, а 54. Я имею основания сказать, что не сидел я где-то в закутке. А пришлось много встречаться, много ездить, много свидетельствовать. Встречаться с так называемыми миссионерами. Я только укреплялся в этом мнении. Два, максимум три. У нас третий шофер был. И Павел брал там марка, где-то поднести. Он молодой был. Миссия не человеческое устройство, а труд Духа Святого. Какие они должны быть? Ни бритые, ни в галстуках. А почему? Второе в Сестранотистам 3.9. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Он дал как образец. А никому подражайте мне, как я Христу. Ни бритые, ни в галстуках. Где-то себе пометьте. И когда увидите, что миссионеры бриты – это лжец. Отойди от него. Он обманщик. Или сектант какой-то, или масон. Посмотри на иконы. Посмотри на апостола Павла. Изображения. Всех апостолов просмотри. Евангелистов. Ты не найдешь ни одного бритого ни в галстуке. Лука 24.49. Господь говорит, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше. То есть, вот это монастырь образован был на 10 дней. От Вознесения до Троицы. До Сашисти Духа Святого. То есть, это обетование Отца. Пока не получили, трогаться нельзя. Вот все, монашество засохло. По кельям-то они не имели этой силы-то. Доколе не обречетесь силой свыше. А как это узнать? Сейчас увидим. В Деяниях 1.4. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Похоже. Деяния 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями Иерусалима. И во всей Иудеи и Самаре, и даже до края земли. Мне свидетели. То есть, миссионер, он подчиняется только Духу Святому. Если он подчиняется будет архиерею, что скажут, он не миссионер. Он может как угодно называться. Преподаватель, благовестник, проповедник. Иеремия 20 глава 9 стих. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, с большой буквы. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. То есть, миссионеру могут, говорится, кол на голове тисать. И остановить его не смогут. Это не важно, где он будет. На допросах, в тюрьмах, на этапах. Где угодно. Стоять около стенки, расстреливать будут. Он и там будет свидетелем. Вот, миссионер мы увидели, какой должен. И дальше не с больными ногами. С больными ногами миссионер инвалид. Сегодня он может как-то по интернету, а раньше никак. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 9.2. 2 Коринфянам 9.2. Номер 9. За 2016 год, страница 34. Пишет, после подписания акта о каноническом общении, восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход Потеряевки, наш здесь, в Крестовозвиженске, сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2011 года истекло, приходы в городе Барнауль и селе Потеряевки, фактически, поминают за богослужением Святейшего Патриарха Кирилла и предстоятель РПЦЗ митрополита Илариона Кирилла, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Кто у вас епископ? Митрополиты. Вот они нынче оба встретились. Крестовозвиженский приход города Барнаула и общины с Потеряевки, села, являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Ну, как... Среди общины придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, то есть волосы длинные, носят рубахи на выпуск с поясом, женщины также не носят облегающих тесных одежд, носят платки в общинах, строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад, многие семьи многодетны. Староэстой этих общин является родной брат Партаерея Якима Лапкина, Игнать Ильич Лапкин, известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика И.Т. Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Кто пишет? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Мы с ним не встречались никогда. Дальше. Пищать моего апостольства – люди, которые приходят и обращаются. А об этом что, кто говорит? Ну, Андрей Кураев возьму, там особо высоко оценивает. Олег Стеняев, ну, там сейчас вот отец Владимир, вы знаете, о ком я говорю, отозвался, Головин. Так. Эфесянам 6.15. Это я авторитет-то говорю, чтобы не сказали. Я со стороны говорю, не знаю о чем. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Ноги должны быть обуты в готовность. В любой момент, дня и ночи. Жена, дети, рожают. Это не имеет никакого значения. И дальше. Миссионеры обязательно платят десятину. И работают своими руками. Эфесянам 4.28. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное. Кроме того, что ты делаешь, ты должен еще что-то уметь. Чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Галатам 2.10. Только чтобы вы помнили нищих. Что и старался я исполнять в точности. Павел был величайший миссионер. И поэтому он нам показывает, как надо работать. Лука 7.25. Что же смотреть ходили вы? Человек или одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышные, роскошные, живущие. Находятся при дворах царских. Так что упрекать миссионера, что он худо одет. Но наоборот, это похвально. Исайя 52.7. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Кто? Эммануил. Римлянам 10.15. У них ноги прекрасны. Не болят от профессиональной болезни, стояния на одном месте, как у священников. Римлянам 10.14. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вопрос. Кто посылает? Как написано, как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое? Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Миссионер держит в руках Библию, все время открытую. Вот об этом говорит Феофан Затворник. Что благодать трех видов. Благодать призывающая, это проповедь. Благодать обращающая действия Духа Святого. И благодать освящающая. Это священник, который совершает литургию, совершает крещение и причащение. Сектанты, еретики не могут быть благодатными. Они не имеют благодати освящающей. Они вне церкви. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Миссионер проповедует евангельскую веру. И поэтому, если православный, то обязательно к нему будут лепить баптисты, сектанты. 1 Коринфянам 4.16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Миссионер обязательно подражает Павлу. 1 Коринфянам 11.1. «Будьте подражатели мне, как я Христу». 2 Фессалоникийцам 3.9. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания вам». Ивреям 13.7. «Поминайте наставников ваших». То есть вот где идет канонизация. На каком уровне? «Которые проповедовали вам Слово Божие, Библию, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере». Нигде не сказано, что подражали юродивам, которые в заключении залезли сами в кель, где-то сидели. Нет. А именно наставники, которые проповедовали Слово Божие и смотреть на их кончину жизни. Дальше. «Миссионер должен быть мудрым. Качество его». 1 Коринфе 4.3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судяя же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть миссионер не будет ни проклинать, а нафиуми предавать, ни канонизировать. Иаков 3.13. «Мудр ли кто и разумен из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью, а не так, что не по его он хватает, бьет, кидает и бешено ведет себя. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, а у миссионера ее никогда не бывает, и сварливость вас спорить любят, миссионер не спорит, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. И у миссионеров всегда мудрость божественная. Ибо где зависть и сварливость, там не устроится и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Не так, что сразу начинают, а это наш отдел, он заступается за них, а тебя поносит. Плод же, правда, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Дальше. Миссионером может быть только свободный человек. Тоже пометьте себе. Только свободный человек, свободный от приказов мирских и религиозных правителей. Им никто не может командовать. Проверить могут, вот как эти, проверили они не так. С ним могут беседовать, но запретить не могут. Послать на это не могут, если у него нет призвания. У него абсолютная, полная свобода, покорность Духу Святому. Вот такое есть, говорю, идеальные монастыри, что над которыми не властвует никто, кроме самого патриарха. То вот это такая же история. Иоанн 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете. То есть, если человек ждет похвалы, и без этого не двинется, и стали поносить, он сразу как проткнутый оказался. Это не миссионер. Его сразу будет видно. Он зубу покажет. Он ни по канонизации, ни проклятий. Мы говорили дальше. Еретик, находящийся вне церкви Христовой, апостольской, как Дафана Верона и Корея, числа 16 глава, не могут быть истинными миссионерами. Матфея, 23, 15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Это вот миссия сектантов. Деяние 5, 27. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросили в первосвящении, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 7? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека и, главное, учение ваше». Петр же, апостол, в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». То есть, если это истинный миссионер, то его никакой миссионерский отдел под себя подгрести не сможет. А они могут только благословлять или проверить. Проверить. Он должен ответить, дать отсчет в своем уповании. А задержать его, что он идет благовестовать, не могут. Он покоряется только Духу Святому. Галатам 2.2 «Ходил же по откровению и предложил там особо знаменитейшим благовествование проповедуемое мной, язычникам, не напрасно ли я подвязался или подвязался». То есть, если просят, просто ты должен пойти в епархию, тебя допросят, но не идти та бывшего со мною. Вроде и двое было уже. Хотя и ели, но не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили, ни покорились, дабы истинное благовестование сохранилось у вас. То есть не так, а мы тебе запрещаем говорить об этом, не поминай там патриарха или там президента, отойдите от меня, окаянные. И Павел говорит, из знаменитых с чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. А если они несут благовестие дальше, это уже миссия превращается. Ибо, содействуя Петру, в апостольстве, у обрезанных, содействовало мне и у язычников. И узнав о благодати данной мне, Яков, Кифа и Иоанн, посчитаемые столпами, подали мне и Варнаве руки общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что я старался исполнить в точности. 1 Коринфян 9.19 Ибо будущее свободен от всех, миссионер. Свободен от всех. Я всем поработил себя, дабы приобрести больше. Для иудеев я был, как иудей, то есть я должен знать от и до. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Вот они, эти тысячи талантов. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будущее чуждых закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, то есть ел только капусту. Чтобы приобрести немощных, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Я говорю, что за 54 года я практически не встретил таких людей, чтобы в полноте отвечали. Они связаны с чем-то и боятся. Слабенькая в форме так проявляется, чтобы в полноте, не знаю, не достоился. Сие же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на реставище? Бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть с больными ногами ты никуда не побежишь. Все подвижники воздерживаются от всего. То есть миссионеры обязательно-то воздержаны. Он ни мяса, ни вина не будет пить и есть. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Если он выпивает, это не миссионер. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть он соблюдает все православные посты, среда и пятницы. Он очень строго исполняет. Говорит, да первое из них есть не будет, когда не положено. Третье царство, 22-13. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речь пророков единогласно предвещает царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки ты, добрая. И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Вот это миссионер. Ему разницы нет, что с ним будет. Что скажет Господь? А он должен знать. Иметь прямую, живую связь с Богом. Он получает, миссионер, ответ на молитвы. Он знает, кому что сказать. А эти балаболки-то они ничего не знают. Он говорит, балаболит языком, а оно никуда не приходит. Он противный делается. Вот я смотрю этот, которого там Боева-то запретили, с которым он был, его с ним рядом даже не сел. Еретик. А он сидит, рот разинул. Иеремия 23.1. Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец пасты моей, говорит Господь. Из Икииля 34.2. Сын человеческий, изреки пророчество на пастыре Израилевых. Изреки пророчество и скажи им пастырем. Так говорит Господь Бог. Горе пастырем Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри, которые сегодня от священники много выступают. Они нигде ни патриарха не скажут, ни свое архиерея не тронут. А почему? Они не миссионеры. Они не могут им сказать, горе пастырем пророчествовать. А почему? Да и откровения у них на это нет. Там он зарплату получает. Иеремия 48.10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. То есть, миссионер чист от крови всех. У него руки чистые. Деяние 20 глава 26 стих. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Почему? Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Если ты о чем-то побоялся сказать, погибнет патриарх, погибнет епископ, а ты за него понесешь ответственность. Итак, внимайте себе и всему стаду. Вот важно как слушать, какая демократия-то. В котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости Церковь Господа и Бога, который напрямил в себе крови своей. Не архиерей, но Дух Святой. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Миссионер их сразу вычисляет. Дабы увлечь учеников за собой. Миссионер за собой никого не ведет. Вот у нас правило какое, к себе в общину нельзя звать. Это такое в общину, найдите. Одну. Это десятилетия идут, и мы ни одного человека еще к себе не звали. Он должен попроситься. Как-то на стороне узнать мы разрешим. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Дабы увлечь учеников за собой. Миссионер за собой не увлекает. Посему бодрствуйте, памятую, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Миссионер умеет плакать. Он переполнен слезами. Они эти жестоковыные, с медными лбами, деревянными, говорит, устами, и железными жилами в шее. Они ничего не понимают даже. Женщина плащет, говорит, а он ее пытается облечать в чем-то. Три года со слезами. И ныне предаю вас, братья, Богу. Не сказал, что следующее за мной кто будет. И слову благодати его, то есть Святой Библии, могущему назидать вас и более дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужным моим и нужным бывшим при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо мной поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. И он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Миссионер умеет преклонять колени. И все его будут слушать. Будут поднимать руки, и все будут поднимать, даже малые дети. Тогда немалый плащ был у всех. И, падая на выю, на шею Павла, целовали его. К какому архиерею могу сейчас так подойти, помолиться и поцеловать его? А только Брежнев мог целовать своих, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. То есть, миссионеров провожают, любят, целуют. Деяние 18.6. Но как они противились и злословили, то он, отряжав одежду свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших. Я чист, отныне иду к язычникам, которые считают себя миссионерами. Скажи, когда они последний раз прах от ног отрисали? Кому они сказали, что кровь на их головах? Имеют право сказать тогда, когда во всем сказал, по слову Божию обличил. Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Это несовместимо. Миссионер никому не может угождать. Езекииля 3.18.21. Я говорю о крови. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. Кровь на руках. То есть, миссионер обличает абсолютно все, что попадает под руку ему. Он может и письма, он писать и везде. Дух Святой будет двигать им. Эти, которые называются миссионерами, их нигде нету. У них одного процента работы нету. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен. И ты спас душу твою. Из Икинеля 33, 2,9. Дальше. Миссионер служит Богу искренне со страхом Божиим. Он никогда не скажет, а что ты меня судом Божиим пугаешь? Это не миссионер. Псалом 2,11. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Псалом 110,10. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Притча 1,7. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только призрают мудрость и наставление. То есть они миссионеры и мудрые имеют страх. Деяние 5,13. Это основное правило, под которое сегодня вы никого почти не найдете. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. А народ прославлял их. Нет ни одного. Он и фрам даже побоится зайти на улицы поговорит. Если там настоящий благовестник, миссионер. Деяние 24,25. И как он говорил о правде, воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Страх от его проповеди. 1 Петра 1,17. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». 1 Петра 3,14. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Далее. Миссионер не может быть с излишним весом жирным. Если ты видишь, он толстый, на двух сиденьях один сидит, говорится, с широкой кормой. Это не миссионер. Это утроба ленивая. Я не буду называть, вы их сами знаете. Иуда 1,12. «Таковые бывают соблазны на ваших вечерах любви, пиршиства с вами, без страха уточняют себя». Уточняют. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторгнутые. Свирепые морские волны, то есть они очень злобные такие, пенящиеся с ромотами своими. Звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки». Второзаконие 32,15. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердынем спасения своего». А как узнать, жирный или нежирный? Я могу показать верхнюю планку. Меньше может быть. Рост 1,80 м. Метр 80. Отнимай 105, остается 75. 180 сантиметров. 105 отнимай. Выше этого, чтобы ни килограмма не было. Второзаконие, говорит. Ну, отверг. Отверг спасение. Еремея 5,28. «Сделались тучны, жирны, приступили даже всякую меру во зле, не разбирая судебных дел, дел сиры, благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда». Псалом 72,4. «Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не предвергаются ударам, и оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их». Вот кто называется в миссионерских отделах, кого я знаю, это очень дерзкие люди. Вот это называли НТ, у которых Сарионов. Там вот у вас, где-то недалеко в Туве, там один есть такой. Просто ужасно. Выхатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят с высока. Что бы ни услышали, они подхватывают и разносят по эфиру. Дальше. «Миссионер не может быть сонливым, и он обязательно постится». Притча 6,10. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, миссионер никогда днем не ложится. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Скажут, а сколько им спать? Ну, я не знаю, но 8 часов многовато. Вот мне Господь позволял остановиться на 2,5 часах в сутки. Поэтому и удивление вызывает, что столько сделано. Это Господь, благодать Божия. Человек лукавый, человек несчастивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Это вот, которые миссионерские отделы, они именно таковые. Зато внезапно придет погибель, его вдруг будет разбит без исселения. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе его. Глаза гордые, это у миссионерских работников. Язык лживый, это у них. Руки, проливающие кровь невинную, то есть не обличают. Сердце, кующие злые замыслы, то есть они собираются где-то в радиостанции, там телевидение, сидят и все собирают. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Из штата Филадеев, из суда принесся и начинает клеветать. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Притча 24, 33. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как разбойник, нужда твоя. Павел говорит в Коринфянам 6, 5. Мы под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Те, которые называются миссионерами, спросите, вы были под ударами? Были в темницах? Ну, понятно, что он нигде не был. Иначе он был кроткий и смиренный. Второе Коринфянам 1, 27. В труде, мы, говорит, и в изнурении, часто в бдении, то есть не спят, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе, полы без подогрева. Филиппинцам 2, 12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Он и проповедует так. 1 Тимофея 5, 20. Согрешающих обречая перед всеми, чтобы и прочный страх имели. У него есть награды. Но и иные, неземные. Никакие там Даниила, орден там придумали. 1 Коринфянам 4, 9. Какие? Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Вот на противовес. Те, которые в отделах миссионерских, они там в славе, там выступают, говорят, там Дворкин приезжает. А мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. И скитаемся. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, а мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира. Как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. То есть рождать благовествование может миссионер, исполненный благодатью Духа Святого. 1 Коринфянам 15, 10. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодатью во мне не было отщетно. Но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 2 Коринфянам 1, 23. Христово служители в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. И далее Павел перечисляет, сколько раз были палками в глубине морской. И это до 30 стиха. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей, как орденами. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Дальше. Миссионер имеет слезы и может плакать искренне, а от сердца много. Деяние 20, 19. Работая Господу со всяким смиренно мудрием, со всяким и многими слезами. Среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, так у меня злоумышления, приключающиеся по злоумышлению миссионеров лживых и патриархийных пастырей. 2 Коринфян 24. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Филипписам 3, 18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. То есть они должны научиться не хохотать под хихиткой. Говорит и хохочет. Говорит и хохочет. Это уже рот раскрытый для демона. И дальше. Миссионер всегда является лидером. То есть он ведущий. А у лидера должно быть 6 качеств. Это американцы провели исследование во время войны. И когда убьют капитана, почему не лейтенант схватился и повел в атаку, а сержант? Первое качество воображения я рассматриваю в духовном плане. Псалом 4, 4. Знаете, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Он воображает, а что будет? Я выйду на тропу войны. А как это будет? Да это нужно мне. Иеремия 2, 19. Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое облечит тебя. Итак, познай и размысли. Как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Воображай. Марка 10, 29. Иисус сказал в ответ. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат больше домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грянущем жизни вечны. То есть воображение твое должно показать райский обитель, как Серафим Саровский говорит. Второе качество знания. У него должно быть большое знание. Тут не помешает тебе знание. Матфея 13, 11. Он сказал ему в ответ. Для того, чтобы вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Деяние 2, 28. Ты дал мне познать путь жизни, знания. Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Иакова 2, 20. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот это знай. Дальше. Умение. Третье качество. Филипписам 4, 12. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщать все и терпеть голод. Быть и в обилии, и недостатки. Деяние 18, 3. И по одинаковости ремесла осталось, что у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Умение. 1-го филипписам 4, 11. И усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Четвертое качество. Решительность. Римлян 9, 28. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Через кого? Через верных своих. Деяние 21, 13. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плащете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. То есть решительно идет, куда его Бог направляет. Пятое качество. Беспощадность. Вот это все говорят, ну как же это христианины беспощадные. Очень просто. Деяние 15, 37. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфирии и не шесть, что с ними наделал, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, а отплыл в Кипр. А Павел, избрав силу, отправился в импоручен братьями благодати Божией. Надо решительно знать, как. То есть беспощадным быть к таким людям. Деяние 13, 10. И сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп. И не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девя священию Господне. И последнее, шестое качество – привлекательность. Галатам 4, 15. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы историли бы очи свои, очи, глаза и отдали мне. Галатам 4, 19. «Дети мои, для которых я основал в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Римлян 9, 3. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Идеяние 20 глава, 37 стих. «Привлекательность лидера. Тогда немалый плащ был у всех, и, падая на вы, у Павла целовали его». Вот что я хотел сказать, согласно Слову Божию. «Слушаю». «Только и сказать, господи, товарищ Аминь». «Бой, я не рада, что Господь свидетельствует мои вопросы». «Вы на них отвечали?» «В той последовательности, которой я их написал». Вот смотрите. Первый вопрос. «Кто такой миссионер?» Второе. «Что такое истинное миссионерство?» «Призвание ли?» Следующий вопрос. «Что в отличие миссионерства от благовестия? И каковы качества миссионеров?» Вот те вопросы, которые я составил. «Довольно полный был ответ. Почему? Потому что Слово Божие. У меня это все уже отработано многократно. Мне не надо было искать долго». Да. Но последний вопрос, вот как он есть, он остался. Его я задаю, вопрошаю. «Игнатий Николаевич, почему так мало миссионеров?» Вот в Евангелии от Москвы, да, вот эти слова вы тоже привели, что жатвы много, а делатели мало, как молить и Господина жатвы. То есть, возможно ли, что миссионеры зависят и от нашей молитвы, если Господь призывает молиться? Так это значит, может быть, мы неревностно молимся, помимо всего прочего? Тут три ступени надо пройти. Три. И три по разным параметрам. Первое. Отвергнись с себя, свое я. Ты напиши на бумаге, из чего ты состоишь. Ты родился, вот это я люблю, жена, дети. Все, напиши. И вот это вот, отвергнись с себя. Отвергнись. Растопщи, отбрось. Я умер для мира, и мир для меня. Второе. Возьми крест, который дал тебе Господь. Твой крест. Ну и посмотри, какой крест. Как тебя гонят, преследуют, злословят. Как ты на это реагируешь? Не опускаются ли руки твои? И третье. Следование за Господом. Точно его заповеди. Если ты православный, как вот эти пошли к сектантам ваши священники, бывшие с диаконом, это безумие полное. Куда идти-то? Куда идти от тебя? Дом живой, церковь Бога живого, церковь-то. Какая бы она ни была, еще указа нету, не посещать ее. И поэтому, находясь в церкви, мы должны строго соблюдать все каноны, правила, толковать только по святым отцам, не кео-цареградский символ веры, до точки исполнять. И вот почему мало миссионеров? Нет полной отдачи. Это Бог избирает. На миссионеры, ну, нельзя, допустим, благовестник может другого научить, поднатаскать его. А на миссионера не получится. Вот у меня были очень хорошие друзья, и они сидят рядом, все время на занятиях. А потом идут дорогой и спрашивают, а как вы узнали, что отвечать? А человек тут и говорит. Вот одна пишет тут. Я, говорит, ходила там по разным церквам и задавала вопросы, и никто не мог ответить. Ну, вот я, говорит, пришла, увидела, разговаривают люди там, и поняла, что тут занятия идут. Вот я, говорит, пошла на эти занятия в Алтайский государственный технический университет. И зашла, вы, говорит, голову на меня повернули, а на первой скамейке человек встал, почему-то вышел, а я села прямо напротив. Вы на меня только посмотрели, помолчали, и вдруг начали отвечать не по теме, а тема я слышала, какая была. Стали отвечать мои вопросы в том порядке, в котором они у меня были. Как бы я знал это? Притом это не один раз было, не один. Так это говорят-то не все. Другие просто в страх приходят. А вы что, мысли считаете? И, говорит, я учился где-то чуть ли не в Египте, экстрасенсорики там, ну, йоги там разные. Я нигде не учился ни дня. Я просто люблю Господа моего. И как ответить? Говорят, а как вы знали? Я и по сей день не знаю, что я ответил так. Я просто чувствовал, что в воздухе как бы висит этот вопрос. Я не слышал. Как бы, как бы. То есть я почувствовал, что необходимо людям знать. А главный вопрос я оставлю. Другие разводятся. Уже совсем увидели. Решили уже перед разводом. Только зашли, говорит, вы нас посмотрели, а говорили о втором пришествии. Вдруг стали говорить о разводе. Представь себе. И мы, говорит, вышли, говорит, с занятий уже обнялись. Все. Полнотех как? Никак. Научить нельзя. Рядом, если человек будет жить и вместе будем молиться, крепко молиться, тогда может Господь открыть. А так я не знаю заочно. Как? И в первую очередь ты должен быть строжайшим в русле православной церкви. Никакой вольности нигде. И в любой момент тебя вот вызвали бы меня сейчас по интернету, ну где-то там, они брали на исследование Киево-Пещерскую лавру, мои книги, Сергиевская лавра, там Дворкину, три или четыре епархии, и нигде ни звука не издали. Наш архиерей Евтихий сказал, Игнатий, вам никогда не обвинить в неправославии, он супер православный. Он был здесь. Да, не согласен, да, он такой-то вот, но вот такой, как есть. И характеристики дает уж не кто-то. Ты слышал, какой митрополит нам дал лыжи? Ну, это не то, что он там подыгрывает. Ему зачем? Он митрополит, а я никто. Поэтому миссионеров мало, что нет. Полной отдачи Господу служить всем умом, всем сердцем. И поэтому люди, которые что-то делают, они не давлены нигде. Как правило, в армии не бывали, в монастыре не жили, в тюрьме не были, на этапах не мучили их. И он живет со своим соком. Вкус его в Моава оставался в нем, ко вкус вина. И он не угоден Господу. Богу нужно, чтобы ты полностью все отдал. И у тебя вот так все было согнуто перед Господом. А не так, тут я не могу. Жена, как бы меня не выгнали с работы. Тут я не могу вот потому-то. А Дух Святой носился над водою. Все должно быть согнуто перед ним. И тогда он носится, где Дух Господень, там свобода. В несвободе, я подчеркнул это, нету миссионеров. Миссионер это свобода. А нас, зная Бог, дал такую свободу. Мы не относимся к патриархии. Нам патриарх ничего не может сделать. И там заставили их вычеркнуть. А мы-то имеем полную связь с патриархией и там. И фактически над нами власти никакой сейчас нету земной власти. Такой, чтобы вот издать указ там на батюшку или как-то. Никто. Это вообще вещь невиданная, неслыханная. Притом от нас это не зависело. И сохранились отношения. Ну а им надо было выполнить написанное, что ни одного прихода нет. Ну два. Ну давайте, напишите, что их нету. Вот и все. Я и знаю, как они разговаривали. Вот вам ответ. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. За сию обильную духовную пищу будем ждать. Так видите как, миссионер он ищет своего. На что угодно Господу. Я хотел бы молчать, не говорить. А я не могу молчать. Как? То есть я могу молчать, но внутри меня огонь разлитый. Я обязан это сказать. Вот он, Головин выступает, он меня не встречал. И он, видели, он как перечисляет, а потом ко мне-то когда подходит, и он начинает какими словами возвышенными. Как-то отец Олег Стеняев что-то там недовольный говорил. А когда дошел до благовестия, говорит, это особо продуктивный миссионер на меня. Вот и все. А я ничего про себя не знаю. Продуктивно. Спрашиваю, я 17 лет работал в тюрьме. 17 лет, тем более как бывший зэк. Меня они очень уважают, заключенные. Я иду по камерам. Приношу там, что просят. Там ну вообще не скажут. И сколько за 17 лет? Я говорю, ни одного. Как? Они думают, я в тюрьму 3700, ни одного. Но благодарности от администрации каждый год. Вот нет ни захвата заложников, ни одного не было. Я уезжаю, они спрашивают, где вы летом будете? В случае беды, как найти-то? Вот как делает Бог. А теперь выходят, некоторые становятся священниками, при церкви работают. То есть почему? Они не были полностью готовы. У меня требования другие. Требования по Евангелию. Никаких наркотиков, ни табака, ни мата. Все и навсегда. Вот у меня один такой обратился, когда я сидел в тюрьме. Редкин Владимир Прокопьевич. Он полностью все. Живот такой был. В течение двух недель просто пустая утроба. Ничего нету. Он не ел, не пьет, только поет, плащет и плащет. Вот как Бог делает. Поэтому я, опираясь и на свой опыт, все-таки больше, чем полвека. Я просто людям этим хочу сказать. Вы займитесь собой, выпросите у Бога слезы. Я их выпросил. И знаю, что это такое. Тогда боль людей, которые далеко-далеко от тебя, она сделается твоей болью. Ты будешь так переживать, будто ты болеешь. Тебя поносят. Тебя режут. Не во сне, наяву. На молитве. И Бог дал мне это воображение, что я считаю жития святых. Я вместе с ними шел на казнь. И умирал, и сгорал. И поэтому, когда отец Арсений на считанные люди слушает, все ревут сидят. А почему? Потому что я сам плакал, когда считал. Вот как Бог делает. Благодарю. Благодарю вас. У меня не особенно хорошая будет запись. Я сам сижу и снимаю. Самое главное содержание. Да, содержание. Я постарался на буквы наводить, но тоже. Ну, слова-то слышны будут. Ну, с Богом. Спаси, Христос. Вот так.